Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала Сад Чудес. Вот сейчас ищу розочки и нашла сайт розы от Татьяны. Мне понравился каталог, их роз, многое есть в наличии. Они существуют 20 лет и находятся в Подмосковье. То есть хорошо, что выращивают, они сами выращивают, что в наших условиях Подмосковья, где находится мой сад. Но я ничего не слышала об этом питомнике. И очень вас прошу, кто заказывал, откликнитесь, расскажите, стоит ли мне рисковать, чтобы сделать заказ там. Потому что я отзывы нигде не встречала, распаковки нигде не видела ни у кого. И поэтому, конечно, много роз заказывать рискованно. И мне бы хотелось, чтобы рассказали, стоит или не стоит. Потому что вот я знаю, что в некоторых питомниках бывает и пересорт, и вообще бывают очень плохие саженцы. Об этом питомнике розы от Татьяны ничего не слышала. Роз очень много. Я посмотрела, розы многие есть в наличии. То есть мне это понравилось, конечно, у меня сразу, конечно, глаза загорелись, заказать как можно больше. И похоже, что этот питомник работает постоянно. То есть он не открывается, не закрывается, просто не принимаются заказы и принимаются, когда заказы. Вот сейчас они уже давно принимаются заказы. Поэтому, конечно, очень многих роз, конечно, нет в наличии. Ну, не так многих, конечно, я посмотрела, что можно выбрать. И очень даже хорошо можно выбрать. Вот у них есть чайно-гибридные розочки, влорибунды, гио, мускусные розы и персидские. Спреи бордюрные, штамповые, английские остина, плетистые, шрабы почвопокровные, романтические даже вон, группа выделена отдельно, канадские. Новинки они выделили в отдельный такой раздел. Японские розы. Я хочу посмотреть новинки. Новинки у них, вот видите, на весну 2001 года. Ну, в принципе, вот мне 3D понравилась розочка. Красивые, резные у неё лепесточки. Хорошо о ней тут написано. Надо о ней, конечно, ещё зайти в энциклопедию почитать. Но красивая. Красивая розочка. Миями, ну, это японочка, она у меня есть. На осень заказанная, ещё не цвела. Зимует у меня в земле. На даче. Принцесса Минюки тоже похожая японочка. Ну, цены такие же, как в питомнике Элит я покупала. Поэтому, ну, вот судя по японским розам я имею в виду, то, в общем-то, ну, может, в флорибунды чуть дороже. Шрабы. А вот японки также в питомнике Элит по 800 рублей. Ну, есть красивые цвета, такие, которые заинтересовали меня. Но, конечно, вот для меня это питомник новый. Тоже японочка. Видите, как красивые такие у неё резные лепесточки. Ярко-розового цвета. Это тоже японочка и тоже красивая. Принцесса Киши. Много о ней слышала. Очень красивые, такой пионовидный у неё цветочек. Это тоже похоже. Японочка Синка де Майо. Вовузепа. Неплохая розочка. Голден Вовузела жёлтенького цвета, золотисто-жёлтого цвета. Ну, может быть, конечно, где-то они подешевле. Ну, на 100 рублей, наверное. Не более. Если где-то есть они в наличии. Лавли Рококо. Много слышала об этой розочке. Нежно-розовая розочка. Красивая. Лимон Рококо. Зеленовато-белые бутоны. Но уже её нет в наличии. Ну, конечно, если сайт был давно открыт, то, конечно, что-то уже разобрали. Ну, вот Санта-Барбара. Тоже интересный цветочек. Мисти Бабблс. Шаровидные цветочки. Это тоже он. Вайт Бабблс. Тоже шаровидные цветочки, только белого цвета. Вельвет Ковер. Тумно-красные, бархатистые цветочки. Ну, то есть вот что-то, конечно, нет в наличии. Но многое есть, скажем так. И сейчас, конечно, не такой большой уже выбор остался везде. Остались только вот открытия розовдохновения. И, по-моему, от Тимофея ещё говорят, что 1 декабря откроются сайты. Вот очень много слышала Марк Шагал. Карбинно-красные цветочки. Эспана. Наверное, чайно-гибридные розочки. Ну, в принципе, много розочек разных цветов. Красивая розочка. Тоже чайно-гибридные, вероятно. Бинднайт Блю. Чернильно-фиолетовые цветочки. В последнее время я увлеклась, конечно, фиолетовым цветом. Сиреневым, фиолетовым. И уже у меня много розочек такого вот голубого-сиреневого цвета. Неплохой вот вагулетто. Тоже похоже, что японочка. Викториан-секрет. Эвелин. Красивые розочки. Флорентина красного цвета. Ну, вот гипноза нет. Тут космоса нет. Они, конечно, часто упоминаются. И их нет. Ну, вот джаз очень хороший розочка. Конечно. Ой, какая красивая чайно-гибридная розочка. Разноцветная. Конечно, мы хотим розы, те, которые мы слышим, те, которые мы уже видели на каких-то сайтах, там, где уже разобрали их. Но хочу сказать, что много розочек, и которые мы, может быть, и не слышали, и не видели, но они не менее красивые. Поэтому надо просто о ней очень хорошо, о розах, почитать. Вот Мисаки Японочка. Я хочу её заказать. Тоже Японочка. Тоже Японочка. Ну, вот мне понравились ещё Японочки. Тоже заказываю. У меня уже 5 штучек их. Ну, вот надо ещё заказать. Три я заказала ещё. В Нью-Джерси. И вот ещё. Смотрю, какие бы заказать. Но где-то в пределах 5 штук, не больше. Прауни двухцветные. У меня недавно было видео двухцветных роз. Они мне очень нравятся, конечно. Двухцветные. Для таких ярких пятен, конечно, они тоже нужны. Коралл Пабле. Викториан Классик. Констанция очень хорошая. И розочка тоже видела на многих блогерах. Лимонад. Салатовый цвет. Конечно, вот необычный цвет салатовый. Конечно, такие вот розочки тоже хочется приобрести. Но нет места. Не хватает рук. Поэтому сдерживаю себя, конечно, из последних сил. Блю Гёрл. Кокард. Красивая кокард. Вот много даже еще фиолетовых таких розочек осталось. Очень красивая, густая такая розочка. Дени Хан. Красота. Ну вот, конечно, они, может быть, 500 рублей. Вот, конечно, чуть дороже. Но сейчас все розочки подорожали на других сайтах. Поэтому, где-то, ну, в пределах 400-350. Ну, вот, у питомника у Татьяны, роза у Татьяны, можно, конечно, выбрать. Очень много хороших, очень много хороших роз красивых. Все зависит от того, нет ли обмана, в каком они состоянии приходят. То есть, вот, конечно, вот это хотелось бы услышать. Кто заказывал. Вот, пастелла. Но у меня пастелла почему-то из элита, такого другого, с розовизной. А здесь такой белый с желтизной больше, с каким-то грязным оттенком. А у меня такая чисто розовая серединка. От разных питомников, конечно, может быть, одна и та же роза быть немножко другого цвета. Я просто вот видела в роликах других блогеров, что так происходит, что одна и та же роза из разных питомников по-разному выглядит. Дальчетто. Красивая такая розочка. Густая. Романтик-антик. Слышала об этой розочке очень много хорошего. Грин-романтика. Ну, хороша. Салатовый цвет. Залидовато-салатовый цвет. Нельсон Манфор. Это я вам показала розочки у них новые. А вот сейчас захожу в английские розы. Ну, Абрахам Дерби, конечно, почти у многих есть, его нет в наличии, потому что очень многие показывают эти розочки, конечно, сразу их разбирают. Ну, в принципе, выбор неплохой английских роз. Очень красивые розочки. Винчестер-кафедрал есть у меня, но я не очень в восторге от него, скажем так. Поэтому то, что может быть как-то раскупается, это не значит, что прям вот роза супер. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Поэтому надо каждый раз, конечно, подбирать под себя, читать об этой розе, смотреть об этой розе. Ну, вот Дарси Бассел мне, конечно, нравится. Красивая роза, да, у меня есть. Джубилей Серебрэйшен. О, какая красота. Джульетта перстикового цвета. Интересная розочка. The Prince. Ну, такого темного, почти черного цвета, цветочки, что прям не разглядишь на фотографии. Но интересно. Мне такие вот розочки нравятся. Такие темно-фиолетовые, светло-фиолетовые. Но темно-фиолетовые даже больше нравятся. То есть, вот пошла такая волна фиолетовых тонов. Kate. Тоже красивая розочка. Констанция. Очень хорошая такая розочка, красивая, махровая. Крокус Роуз есть у меня, но она у меня чуть белее. Леди Эмма Гамильтон. У меня светлые цветочки, скажем так. Лососевые, но оранжевые, но... А здесь они такие больше оранжевые. То есть, вот, либо фотографии так показывают, либо на самом деле, в общем-то, они разные. У разных производителей. Но роз много. И среди этих роз, конечно, я бы выбрала некоторые. По крайней мере, мне надо 5 штук, не более. Конечно, можно выбрать. Вот принцесса Анна у меня есть. Очень красивая. Принцесса Анна просто супер. Вот я показывала в своей ролике очень красивые цветочки. Summer Song. Такая она в оранжевый цвет больше. Вот мы розаманы, конечно, становиться. Тесабервиль есть у меня. Красивый цветочек. И держит долго. Терадискант. Интересный такой цвет красного вина. Темный-темный. Ну, вот, розоводы не могут остановиться, конечно. Особенно, когда вот сейчас что-то хотела заказать и не смогла заказать. И вот начинается поиск роз, которые вот еще где-то остались. Ну, в общем, вот минимальный заказ. Они от 2000. Ну, 2000. Это роз уже дорогие. Ну, 4-5 роз. Вот Чех Татьяна Александровна контакты свои оставляет. Московская область. Деревья Новодарина. Костромское направление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова